друзья всем салют поехал я на четвертую тренировку сегодня представляете сам себе удивляюсь вошел в какой-то такой драйвовый режим уже вторую неделю фигачу так вработался так сейчас начнем видели почему на улице творится снегопад начался жесткий сейчас я подожду пока немножко побольше народу подтянется в эфир и начнем пожалуй да ну так вот какая тема почему зачастую когда на макеваре пробивают удары глубокие то кажется что это толчки и не искушенные товарищи так и пишут всегда что-то мы удара не увидели что-то тут какие-то толчки одни ребята потому часто не видят там удара и считаю что это толчки потому что к толчка не слезают и пишут в основном свои комментарии именно там вот поэтому они видят одни толчки но я больше другого оправдание этому не вижу человек который на макеваре работает такого не напишет никогда по одной простой причине прекрасно понимает ну нет но макеваре работает я подразумеваю тот кто умеет на макеваре работать по-настоящему а что я подразумеваю под работе под работой на макеваре по-настоящему человек не понимает он понимает что существует два типа работы на макеваре. Это удар на набивку на поверхностную и на пробивную технику. На самом деле очень мало людей, которые о макеваре что-то знают, об этом знают как бы хорошо. Если кто и знает, то очень часто благодаря моим же роликам, которые часто рвут на цитаты и так далее. Так вот, значит, почему так получается? Если бить по макеваре поверхностно, то есть заниматься набивкой поверхностной, то такого эффекта не возникает. Не возникает ощущение затянутости во времени. Производится щелчок по поверхности макевары, ну максимум она забивается на пару-тройку сантиметров, и происходит это быстро и резко. Точно так же выглядит удар по мешку, например, да, быстро, хороший, по лапам и так далее. Почему не возникает эффекта затянутости? Потому что мы видим только первую фазу удара. Мы ее реально видим. А вторую фазу удара мы не видим ни при ударе по мешку, ни при ударе по лапе. Мы видим что? Мы видим удар от момента старта до момента касания. То есть соприкосновение с мишенью. То есть старт ударной части и контакт ударной поверхности по мишенью. Все. И поэтому вот эта фаза кажется быстрой, даже если выполнить ее не очень быстро. А вот когда на макеваре работают на пробой, то благодаря тому, что ход макевары виден, видно отклонение бойка, то мы видим и вторую фазу приема, когда после соприкосновения с мишенью дальше кулак прожимает в боек, в отбойник. И даже в том случае, если это все происходит без замедления, то есть сила удара настолько высока, что сопротивление макевары нисколько не тормозит удар в скорости, хотя сила сопротивления есть. Мы все равно видим первую часть до щелчка, а после щелчка, ну, имеется и щелчка по бойку, а после щелчка еще видим какую-то долю секунды, как боек уже идет в отбойник. Мы слышим второй щелчок. Это если есть отбойник. Если нет отбойника, то эффекта такого ярко выраженного не возникает. Ну и то, если макевару глубоко пробивают, то все равно кажется, а почему после удара по макеваре человек ее еще толкает. Да не толкает он ее, понимаете? Нет, реально, конечно, ее можно и толкнуть. Но понимаете, о толчке может идти речь только при одном условии. Если после соприкосновения ударной поверхности с мишенью происходит резкое замедление в скорости удара. Вот тогда мы видим толчок. То есть толкающее движение. Если же скорость удара, если скорость кулака на протяжении, на всем приема не меняется, то есть от момента старта и до щелчка с бойка в отбойник скорость одинаковая, то просто логику подключаем даже банально. Не надо ничего не замерять. Ничего. Так очевидно совершенно, что это толчка как отдельной фазы нет. Если удар сам по себе быстрый, ровно такой же по скорости, как удар по мешку, то и в макевару удар производится точно так же быстро и точно так же все по скорости. Это дело выглядит. Никакого толчка там нет. Эффект этот чисто умозрительный. Я говорю, он из-за того возникает, что мы видим две фазы приема. И мы их видим отдельно. На мешке этого увидеть невозможно. На лапе это тоже, в принципе, увидеть невозможно. Потому что даже когда лапу держат, лапы еще часто делают движение навстречу. Поэтому возникает эффект еще большей резкости и скорости приема. Понимаете, да? Ну, тренер так делает для того, чтобы сдерживать нагрузку на суставы и ловить удары своего подопечного. Вот. По мешку, когда мы так бьем, то у нас много факторов влияет. Особенно, когда работа в перчатках. Дело в том, что мешок не отклоняется на эти 20 сантиметров, как баек Макевары или на 15. Там деформация производится за счет двух составляющих. Первое. Мы не говорим про деформацию рук, да, деформацию кулака, демпферах. Это деформация перчатки, будь то шингарда или боксерская перчатка. И второе, деформация мешка. Суммарная деформация может достигать иногда чуть ли не 10 сантиметров. Но этого мы не увидим. Второй фазы удара не видно, потому что она скрыта в материале перчатки и первичной пружинности мешка. То есть, именно в мягкости мешка. И нет отклонения. Вот и все. Вот если мешок ударить таким образом, что он там отклонится, это будет легкий мешок, то найдутся и такие перцы, которые скажут, а вот и мешок тоже толкает, раз, типа, мешок отлетел. Ну, если мешок легкий, понимаете, его можно так ударить, что он этот удар реально отлетит. И это не будет толчок. Понимаете? Вот в чем все делать. Если он достаточно жесткий, то он в середине проламываться под ударом не будет. Он будет отлетать. Вот здесь на Макеваре происходит примерно то же самое. Идет отклонение бойка. Так что вот, ребята, такой недлинный подкаст в основе своей. То есть, я объяснил, почему многим неискушенным товарищам, а таких 99,9% среди тех, кто не работает на Макеваре, и 99% среди тех, кто работает на Макеваре, почему им кажется, что при пробивном постановочном ударе, проникающем, когда именно происходит удар настолько глубокий, что боек отгибается довольно далеко, кажется, что производится толчок. Ну, вот и все. Подумайте об этом. Кто работает на Макеваре, поработайте. Но кто на Макеваре постоянно и хорошо работает, и особенно использует мои методики, они прекрасно понимают, что никакого толчка там нет. Я говорю, нет, конечно, он может возникнуть при том условии, если человек неподготовленный, настраивает там Макевару, Камертон или, значит, МБШ на какие-то чудовищные для себя настройки, что он не в состоянии ее пробить, и он начинает ее реально сжать, что называется. То есть у него после контакта с мишенью происходит вот такая вот фаза, когда он подключает отдельное какое-то действие, направленное на то, чтобы остановившийся прием продолжить. И у него, получается, и две фазы, действительно разделенные во времени. Это не две фазы удара, которые ничем не различаются по скорости кулака, а две фазы, которые именно различаются по скорости кулака. То есть он доставляет до бойка кулак с одной скоростью, а баек уже в Макевару забивает с другой скоростью. Вот тогда речь может идти о толчке. А, кстати, вот я еще что хочу сказать. Есть упражнения, подводящие на Макеваре, которые действительно являются толчками. Но это не удары, это не когда фристайл идет, не когда мощная пробивная техника удар идет. Это когда делаются специальные упражнения, подводящие. Там специально делается именно нажатие на Макевару, работа на продавливание. Задача у этой работы следующая. Их на самом деле несколько задач. Задача номер один. Это выработка межмышечной координации. Чтобы во время удара подключались мышцы-стабилизаторы вовремя, тогда, когда нужно. Потому что сила сопротивления во время удара меняется. Чем мы глубже в мишеньство проникаем, тем выше сила сопротивления. И должны подключаться мышцы последовательно. Одни волокна за другими. Если мы это будем делать быстро, то быстро только кошки родятся. Межмышечная координация не вырабатывается. Вы же сами понимаете, что любое высококоординированное действие, правильный удар является именно таким, не в плане координации межмышечной, а в плане внутри мышечной координации. Мы любое действие изучаем. Ребенок, когда учится ходить, он шаг делает медленно. Мы, когда какие-то действия новые разучиваем, мы их делаем медленно. Для того, чтобы мышцы в замедленном режиме научились действовать синхронно и правильно. И внутри мышцы волокна действовали синхронно и правильно. И вот мы и работаем, чтобы они научились это делать в небыстром режиме. Потом скорость увеличиваем и в итоге получаем удар. Второе, почему нужна техника толчковая, это профилактика аутотравматизма. Нужно к удару подготовить связки и сухожилия, прежде всего, которые участвуют в киме, в стабилизации. Потому что в момент удара идет колоссальная пиковая нагрузка в обратную сторону. Сила действия равна силе противодействия. Сколько в макевару заколотили, столько возвращается назад. И если стабилизирующие субстанции, которые формируют ударное звено, не готовы к такой нагрузке, то после нескольких десятков или сотен ударов возникают микротравмы. Да и с первого удара у дурачка, который лупашит со всей силы, могут возникнуть серьезные травмы. И суставы разбить, и сухожилия поднадорвать, и так далее. И так надергать сухожилия, что они болеть потом будут. Тендит или тендовогенид заработать какой-то. И когда мы делаем это в замедленном режиме, то мы готовим свои сухожилия в таком плеометрическом режиме, а иногда даже отчасти в конечной фазе в изометрическом, но не продолжительном, для того, чтобы они укрепились и стали жестче. И тогда в итоге, когда мы скорость будем увеличивать и будем реально сильно бить, наши сухожилия и связки, а также мышцы-стабилизаторы не будут травмироваться. Они выдержат эту нагрузку. Вот в чем, собственно говоря, и заключается фишка. Почему есть специальное упражнение на толчки в макевару и на продавливание. Это подводящие упражнения. Вот так, друзья мои. Ну, а на этом я заканчиваю данный подкаст. Думаю, что он был вам полезен. Напоминаю, что я организую ретриты по работе на макеваре в Таиланде. И в Индии, вот я еще, наверное, думаю, что тоже в Индии это подешевле, в Таиланде круче. Вот. Всем, у кого есть макевары Камертон или макевары МБШ, звоните мне, пишите на WhatsApp и Viber плюс семь, девятьсот шесть, пятьсот четырнадцать, двадцать четыре, четырнадцать. Я расскажу или напишу, какие, значит, условия. Вот. Берем с собой макевары МБШ и едем тренироваться на Пхукет на несколько, на парочку недель, вот где-то так, где можно под моим подруководством пройти целый, мощный, хороший семинар по предварительно согласованной тематике. То есть будем там отдыхать и две тренировочки в день у нас будут. Вот такие вещи. Ну, все. Ну, знаете, еще не буду я выключать пока камеру, тут сложные самодвижения, ехать не еще пять минут. Если кто-то успеет задать вопрос, там, какой-нибудь, я постараюсь на него ответить. Кстати, вот эти все видео, которые я записываю в теме подкаста «За рулем», они выходят через какое-то время на моем канале, который называется «Шилов Лайв Ченнел». «Шилов М Лайв Ченнел». Вот. То есть они не только на Фейсбуке сохраняются. Но чем удобно это смотреть на Ютубе, дело в том, что там они, в сети видео, систематизированы специальные плейлисты по разным тематикам. Если я говорю там о макеваре или напивке, это одна тематика. Если мы говорим о работе на мешках или какой-то теме об МММ, об карате, это другие самоге-гиро-сделы. Так что там легко, по рубрикам, все это будет найти. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал «Лайв Ченнел». Там вот эти все подкасты «За рулем» сохранены. И там также есть эпизоды с моих различных тренировок, которые записаны в стиле именно «Лайфстайл». То есть на телефон, на какую-то камеру, но они без обработки практически очень часто выходят. То есть вот именно жизнь, что называется, жизненная тема. А на моем основном канале Михаил Шилов, вы можете, то есть, или Шилов, Шилов, Ф, М, вы можете посмотреть видео, которое уже с постобработкой. Это различные видео, на которые я не поленился время затратить для того, чтобы их записать хорошо и качественно. Вот. Ну, как мне, в силу возможностей своих, какие у меня есть. Не знаю, насколько там они супер качественно получаются. Но я стараюсь. Вот. Еще что-то. А еще есть у меня канал, который называется макевара.ру и сайт такой же у меня есть. Вот. Макевара канал. На него тоже заходите. Там в основном все по макеваре. О макеваре, о работе на макеваре, о методиках, о разновидностях макевары. В общем, все, что касается. И последнее время я стал записывать еще для того, чтобы сделать более, как бы, разнообразный канал. Появились у меня разделы там по работе на снарядах других ударных. Таких, как мешки, лапы и так далее. То есть, вот такая еще тема. То есть, хоть он и макевара, но дело в том, что, понимаете, изначально под макеварой, ну, это перевязанная солома, как бы это переводится, но макеварой называлось все то, во что наносятся удары. и сейчас, собственно говоря, многие товарищи продают какие-то подушки, которые там держат, да, всякие разные эти вещи, пэды, и все это называют макеварами. Макевары для тайского бокса, макевар для что-то еще. В общем, короче, друзья, вот, отчасти это правильно. Даже в Японии в самой разновидности макевара существует целая куча. Даже то, что мечами рубят, вот эту солому рисовую, да, это тоже макевара для тамосигири, для пробы остроты меча. Ну, не только там остроты, а силы, там, удара мечом. Но я, на самом деле, считаю, что макевары наиболее правильно называть это упругой макевар, то есть макевар, обладающий упругими свойствами. То есть, прежде всего, если в классическом исполнении, это пружинящая доска. Тоже конструкций довольно много. Самая лучшая моя. Однозначно. Ну, ладно, я приехал на тренировку. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok